Так, и у нас еще остался один участник, это Сергей Михайлов, который много лет ведет сообщество референдумы «Наше право». Его трудно назвать самого, как бы федералистом, регионалистом, но он очень близок к этим идеям. И фактически нынешняя власть запретила проведение нормальных региональных референдумов. Есть такое пародийное голосование на пеньках, как мы летом наблюдали. Способны ли референдумы, Сергей, как-то повлиять на возрождение федерализма в России? И есть ли какие-то у вас успешные примеры? Пожалуйста, вам слово. Добрый день, друзья. Я думаю, что совсем успешных примеров нет по понятным причинам. Но, тем не менее, я поделюсь тем специфическим опытом, который удалось приобрести за эти годы, за 4 года, в чене которых я занимаюсь этой проблемой. Так получилось, что я в начале 2010-х годов был депутатом Законодательного собрания Республики Алтай, маленький регион в Сибири. А с 2016 года с небольшой группой единомышленников мы занимаемся проблемой реанимации спящего права на прямое волье изъявления граждан, то есть на референдум. Занимаемся мы этим именно на практике, ровно в той степени, в которой удается продавить региональные власти. Технические детали я здесь упущу. Кому интересно, добро пожаловать в Facebook, в группу референдума «Наше право». Сначала мы тренировались на моих бывших коллегах в Республике Алтай, потом география начала расширяться. В первую очередь в процесс были вовлечены региональные отделения моей родной партии «Парнас». Я, кроме прочего, член федерального полицовета «Парнас». Затем появились регионы, где мы попытки делали просто с помощью общественных групп. Скажем, вот в Башкирии это были ребята из штаба Навального, а в нескольких регионах это были группы, состоящие из активистов «Яблок». Ну, значит, нужно сразу отметить вот что. Понятно, где мы живем. Поэтому пока что на практике можно говорить о попытках инициации референдума, прежде всего, как о тактическом приеме по манифестации, по навязыванию повестки. Причем, когда я говорю «навязывание», речь идет о навязывании в прямом смысле. Вынесение вопроса на региональный референдум позволяет навязать законодательному собранию региона соответствующий пункт повестки. Ну, думаю, вы знаете, что обычно для внесения вопроса в повестку дня сессии законсобрания нужно иметь даже не одного депутата оппозиционного, а целую фракцию. А в случае с референдумом в ряде случаев достаточно буквально двух человек, не депутатов, просто двух жителей региона и несколько листов бумаги. И, значит, региональное законсобрание оказывается вынужденным некий вопрос, который, ну, может быть, болезненный для региона, публично обсуждать на сессии. Ну, то есть этого хватает, чтобы, что называется, ткнуть острой палкой в больное место, как Алексей Навальный любит выражаться. Ну, деградация политической жизни в наших регионах, как правило, еще не дошла до того, что замалчивается вынесенный на голосование сессии законсобрания вопрос. Ну, и плюс, как правило, когда вопрос референдума доходит до законсобрания, происходит некоторый раскол. То есть есть депутаты, которые говорят, слушайте, ну, давайте мы действительно вопрос поддержим, пусть население проголосует. То есть возникает дискуссия, ну и получается информационный повод. И, в результате, люди в регионе, даже нейтрально настроенные класти, начинают задумываться, что, собственно говоря, происходит. Ну, наиболее проработанный за эти годы в регионах вопрос – это возврат всенародных выборов мэров и глав. Федеральным законам этот вопрос отдан на откуп региону. Именно региональные законсобрания в результате воруют у граждан выборы мэров, принимая соответствующие региональные законы. Ну, по правовой логике, соответственно, этот вопрос может быть предметом регионального референдума. В качестве примера приведу, ну, просто в качестве наиболее наглядного кейса, приведу инициативу партии Яблоко в Республике Алтай. Это январь 2020 года, январь этого года. Ну, мы коллегам из Яблока, как обычно, сделали документ для запуска процедуры под ключ, они только подали ее. Ну, собственно, вот в такой методической помощи наше сообщество видит сейчас свою миссию. Мы, значит, вот делаем документы, а в регионах ребята поддают, и дальше, значит, происходит то, что происходит. Значит, активисты Яблоко со второй попытки преодолели избирком, ну, и разворошили осидное гнездо. Ну, как известно, 15 января Путин объявил свой квазиреферендум о Конституции, а тут, значит, 29 января законсобранию предстояло отказать в назначении референдума, ну, а тему народ, ну, очевидно, поддерживает. Значит, и тут, значит, началась истерика в наших региональных СМИ. Значит, спикер законсобрания, депутат Госдумы от нашего региона, руководители комитетов законсобрания публично заявляли, мол, какой референдум, это же так дорого, караул, какой кошмар. А через месяц ровно же эти депутаты, ровно же эти деятели, значит, на сессии законсобрания выделили на поддержку квазиреферендума Путина в республике Алтай, вот ровно ту же самую сумму. Ну, народ все это наблюдал и мотал на уц. Значит, на сессии законсобрания у нас раскололось. Значит, 13 депутатов высказались за, были публичные выступления за, 25 против. Ну, и здесь, конечно, такой момент, у нас в регионе поименные распечатки голосования автоматически опубликуются. И, значит, эта поименная распечатка голосования, это вообще очень важный момент. Ну, естественно, мы это дело опубликовали в социальных сетях, в оппозиционных СМИ. Ну, естественно, оказалось, что против были единороссы. Значит, и тех, кто голосовал против вопроса референдума, мы их, так называемый, позорный полк сформировали. У нас в регионе эта практика хорошо, так сказать, организована. В результате 1 июля в столице региона, допустим, было под 40% голосования против обнуления, официальные данные. То есть, ну вот, понятно, что никакого референдума мы не получили, но мы получили положительные для оппозиции политические последствия. Ну, в общем, алгоритм понятный. Инициируем, доводим до рассмотрения в ЗАГСобрании, получаем распечатку, позорим депутатов, которые, так сказать, против популярного в народе вопроса проголосовали. Далее процедуру можно повторять. За минувшие 4 года примерно в 30 регионах мы пытались вопрос о выборности мэров выносить на региональный референдум. В 30 регионах. Ну, резонанс везде был разный. Были регионы, где все это достаточно громко проходило, где хорошо ЗАГСобрание кололось, а были регионы, где доходило даже до того, что они собирали заочную сессию, например, в Орловской области, чтобы все это тихо-тихо было, чтобы, не дай бог, где муха не прожужжала. Но, в любом случае, ресурсы на начальном этапе нужны минимальные. И региональные избиркомы первый этап, как правило, пробить удается. А вот региональные ЗАГСобрания везде избирают квазди правовые отговорки, чтобы объявить подобные вопросы незаконными. Суды общей юрисдикции встают на защиту ЗАГСобрания. Было уже три решения Верховного суда России. Но по оценке Тамара Георгиевна Морщакова, это бывший зампредседатель Конституционного суда, мы с ней общаемся, все три решения использовали противоправные аргументы, то есть нужно идти в Конституционный суд. Но даже с юридической точки зрения ситуация пока не совсем безнадежная. Вот, скажем, Олег Виноградов из Ярославского Яблока, мы с ним тоже сотрудничали, он довел эту историю до Конституционного суда и получил определение, где Конституционный суд осторожно высказывается, ну, как бы в пользу того, что, наверное, теоретически такой референдум возможен по выбору из тем мэра. Но Конституционный суд, как бы, он, понятно, очень осторожно высказывается. Самая громкая региональная история из тех, в которых мне лично довелось участвовать, это Архангельская область, областной референдум по ШИИСу. Я к ребятам прилетал, меня приглашали, помогал с документами, так что вот просто там я процесс видел изнутри. Активисты там не могли пробиться через первый этап, региональный избирком упорно придирался. Ну, тогда мы с участником Форума Свободной России Юрием Щербачевым им помогли. Дело в том, что за пару лет до этого мы с Юрием наказали Архангельский областной избирком через ЦИК, ну, там тоже была инициатива референдума, они незаконно отказывали и ЦИК им, ну, по ушам дал. Ну, так вот. Спасибо, большое за... Вадим, я заканчиваю. Значит, ну, собственно говоря, понятно, что в ШИИСе причиной успеха был вовсе не референдум, это выход массовых людей на улицы, но я думаю, что раскол Заксобрания практически пополам по этому вопросу и то, что областной суд их поддержал, там потом Верховный суд России зарубил, он, мне кажется, тоже дал понимание властям, что расколоты и региональная элита практически пополам. То есть, вот получается, что этот механизм, он позволяет вот на региональном уровне какие-то вопросы именно манифестировать, вытаскивать, вытаскивать их наверх и таким образом, так сказать, показывать, что эти вопросы есть. И поскольку ресурсы стартовые для того, чтобы это запустить, они очень маленькие, и в некоторых случаях это буквально два человека, да, ну, там, если есть региональное отделение политической партии, в других случаях 20 человек, я полагаю, что этот механизм надо использовать и, так сказать, продолжать эту лодку раскачивать. Потому что, если мы это будем делать, так сказать, регулярно, и если у граждан, вот, посетите понимание, что есть, ну, какие-то вопросы, которые популярны в народе, но которые почему-то власть блокируют. Ну, я думаю, что мы постепенно просто начнем страну менять. Таким вот вопросом. Все. Спасибо большое, Сергей.